Вот это мои плавательные очки Тир. Это лопатки Тир, ну а это один из первых гидрокостюмов для открытой воды, который у меня появился, тоже Тир. Ему уже тысяча лет, но он, скажу вам, в вполне хорошем состоянии для своего возраста. А это новые беговые кроссовки RD One Runner от Тир. И мне было очень интересно посмотреть, что же у них все-таки получилось. Верх в кроссовках сделан из двухслойной сетки со встроенным язычком. Внешний слой сетки более плотный, внутренний более мягкий, очень приятный на ощупь. Язычок широкий, довольно толстый, прекрасно нивелирует давление шнурков наверх стопы. Пятка с жесткой пластиковой вставкой внутри, мягкая набивка размещена в верхней части и зоне лодыжки. С двух сторон красуется большой светоотражающий логотип Тир. Внутри кроссовок плотная стелька из эво-пены. Примежуточная подошва сделана из фирменной эво-пены Surge Energy Plus. Довольно упругая, неплохо гасит ударную нагрузку во время приземления. Подметка закрывает почти всю нижнюю часть подошвы. Хорошо сегментирована и имеет глубокие канавки гибкости для лучшей работы кроссовка вместе со стопой. Толщина резины на подметке 4 мм. Перепад между пяткой и стопой 10 мм. Вес кроссовка в моем размере 27,6 см равен 326 грамм. До этого у Тир уже была спортивная обувь, но в основном это были кроссовки для кроссфита и штангетки. И вот пришло время расширять ассортимент и они сделали беговые кроссовки. Так как кроссовки позиционируются именно как тренировочные, здесь сделан довольно большой акцент на прочность кроссовок. К примеру, двухслойная сетка верха, верхний слой которой довольно-таки плотный, это очень хорошо сказывается на износостойкости кроссовок. Пена тоже довольно плотная, после первой примерки сразу становится понятно, что быстро она не сомнется, у нее будет достаточно большой ресурс. Ну и в то же время, конечно, она не будет такой супер мягкой. Ну и посмотрите на эту подметку, давно я не видел настолько толстой резины на кроссовках. И вот это определенно один из самых больших плюсов, потому что, ну, такую толщину можно стирать, стирать и стирать об асфальт очень долго. Все эти решения не новые, они очень хорошо проверены за долгие годы кроссовкостроения у разных брендов и вот примерно такими же по прочности, по ощущениям были кроссовки ASICS GT 1000 и 2000 серии, в которых можно было без проблем раньше набегать там фактически до 2000 километров, а потом еще носить их на даче. Ну и, собственно, вся вот эта вот толщина материалов и их прочность, конечно же, не могли сказаться на весе. 326 грамм, ну, это не самые легкие, определенно, кроссовки. Но если мы учитываем то, что это универсальные тренировочные кроссовки, ну, вес вполне нормальный. А производитель задумывал их именно как универсальные, чтобы можно было делать максимально широкий спектр как беговых работ, так и тренировок в зале. Кроссовки получились очень стабильными, у них широкая колодка по всей длине стопы, плюс в зоне пятки промежуточная подошва поднимается наверх кроссовка, увеличивая стабильность пятки и работает в паре с жестким пяточным стаканом, который плотно обхватывает пятку внутри кроссовка. Высокий верх в зоне пятки и лодыжки вместе с плотной шнуровкой улучшает посадку и делает фиксацию стопы более надежной. Конструктивно многие решения здесь направлены именно на стабилизацию стопы. Это, понятное дело, хорошо работает и во время бега, и во время занятий в зале, когда подошва не проминается по бокам, и вот вам нужно получить вот это вот самое стабильное движение при занятии с отягощениями. И именно поэтому основная фиксация кроссовка сделана на зону пятки и лодыжку, оставляя довольно много места в передней части стопы и вот в средней части стопы. Это сделано и за счет широкой колодки, которая по всей длине стопы именно широкая, просторная, и за счет просторного верха в передней части стопы, плюс тут есть еще такая специальная вставочка жесткая, которая держит объем этого верха и он не давит сверху на пальцы ног. Но вот со всей вот этой плотной фиксацией в зоне пятки есть нюанс, потому что, во-первых, сама пятка, она достаточно высокая относительно всего верха, и жесткая очень хорошо давит и с двух сторон, и сзади на стопу. И вот здесь как бы, несмотря на то, что вся мягкая часть сосредоточена как раз сверху, пятка немного отклоняется как бы назад, у меня на самом деле очень такое пограничное состояние во время бега в этих кроссовках. То есть я прям ощущаю плотное давление вот в этом месте, в зоне ахилла. Часовые тренировки в принципе даются нормально, но когда ты прибегаешь, есть уже вот это вот ощущение, что если тренироваться в кроссовках больше, то скорее всего вот в этом месте будет натирать пятку. Это вот именно в моем случае. Это также может проявляться и у других бегунов, поэтому во время примерки нужно помнить вот про вот этот момент с высокой пяткой и обращать на него внимание. Во время медленного бега кроссовки ощущаются довольно мягкими, амортизирующими. На спокойных длительных тренировках в среднем темпе подошва хорошо работает вместе со стопой. А вот когда вам нужно сделать ускорение, то пена больше уходит в жесткость. Но ноги не отбиваются, можно без проблем делать в них скоростные отрезки, небольшой темповый бег. А также благодаря хорошо сегментированному протектору в них удобно бегать по парковым дорожкам и плотному грунту. Сцепление остается вполне надежным. Мягкий верх, толстый широкий язычок. Все тут сделано для того, чтобы стопа внутри кроссовка чувствовала себя довольно комфортно во всех режимах использования. Ну и так как сейчас тир очень активно развивается в направлении фитнеса и кроссфита, понятное дело, что и вот беговые кроссовки они постарались сделать максимально универсальными. С одной стороны кроссовки подходят для бега, с другой стороны из-за того, что подошва довольно плотная, колодка широкая, сами кроссовки стабильные и подошва по бокам не деформируется в стороны. Их довольно неплохо использовать в зале. При занятии с отягощениями по субъективным ощущениям они хороши и для того, и для другого. Ну и на мой взгляд, одно из самых главных, то что компания заложила в кроссовки довольно большой запас прочности, чтобы они могли вас радовать именно как универсальные кроссовки в разных местах с максимально широкими возможностями. Ну и соответственно, чтобы они оправдывали свою цену еще. Сейчас кроссовки стоят порядка 16 500 рублей, что довольно много для непрофильного бегового бренда. И вот тут мы подходим к самому интересному, в конечном итоге, для кого же эти кроссовки? В первую очередь они, конечно же, для тех, кто уже знаком с продукцией Тир, пусть даже плавательной, и понимает, что это за марка. Для тех, кто занимается фитнесом и кроссфитом в зале, бегает на беговой дорожке и хочет максимально универсальную обувь под свои нужды. Именно по той причине, что вот в чисто беговых кроссовках заниматься в зале, ну, не всегда комфортно. Если вы чистый бегун и заходите в зал только по праздникам, то эти кроссовки точно не будут фаворитами в вашем списке желаний. А вот для тех, кто решил совершенствоваться в беге, расширяя границы тренажерного зала, это будет вполне неплохой вариант. Не думаю, что вы вот прямо сейчас найдете эти кроссовки в беговых магазинах, пока они есть точно на официальном сайте компании, продаются там. И вот если вас заинтересовало и вы соберетесь их купить, нужно знать один нюанс с выбором размера. Кроссовки идут как унисекс, тут нет деления на мужские и женские, поэтому размерная сетка, она, ну, скажем так, немного странная. И, на мой взгляд, лучше всего ориентироваться при выборе размера на сантиметры. Возможно даже брать на полразмера поменьше вашего стандартного размера. Если есть такая возможность, конечно, лучше всего будет заказать две пары разных размеров, примерить и взять ту, которая лучше. Ну и обязательно помните то, что я до этого говорил по поводу пятки, потому что это вот такая вещь, которая вылезает не сразу. Либо вы на ней акцентируете внимание изначально при примерке, либо уже потом на тренировке узнаете, подходит вам пятка такой конструкции или нет. Если интересно, ссылку на кроссовки найдете в описании. Мне вот прям очень нравится то, что Тир делает для плавания, поэтому мне было очень интересно посмотреть то, какие кроссовки для бега, как позиционирует сама компания, у них получились. И я буду и дальше следить за тем, что они делают, так как и сам пользуюсь продукцией Тир, по большей части в плавании, но очень интересно, конечно, куда компания будет двигаться со своим беговым сегментом. Пишите в комментариях, что думаете по поводу кроссовок Тир, если уже кто-то пользовался их обувью, расскажите, как вам. А с вами был Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!